Приветствую вас! Итак, встретилась с Максимом 10 лет назад, а в это же время познакомилась с другом Максима Женей. Так, ну смотрите, первое, что, наверное, нужно определить, это то, каковы были обстоятельства встречи с Максимом. То есть, ну встретились мы с ним хорошо, а что вас связывало, что объединяло, что вы от него хотели, чего он хотел от вас. Дальше, в это время познакомилась с другом Максима Женями, у нас не случилось яркое чувство. Какое чувство? Что это было за яркое чувство? Как оно выражалось у вас, как выражалось у него? Я осталась с Максимом, почему? Почему, Валерия, знаете, то есть, как бы, информации очень мало, но я осталась с Максимом, почему? Объяснили свои чувства? Обрекли ли мужчину на жизнь с женщиной, которая его не любит? Разве нет? Детей обрекли ли на семью, которая, ну, в которой отсутствует любовь? Для чего? Чему такие жертвы? Что вы хотели? Понимаете ли вы, что это жертва? Понимаете ли вы, что жертва, это всегда ради чего-то, но без личной ответственности, без личных действий. Вот. С чем это связано? Что вы хотели? А, свадьба, дети, и вот после десяти лет я решил развестись, быть женой. Почему именно после десяти лет? А, на что вы, как бы, рассчитывали и надеялись на протяжении всех этих десяти лет? То есть, ну, с чего вы хотели? А, как бы, на протяжении всех этих десяти лет? На что вы, на что бы рассчитывали? С чего ожидали? Что послужило толчком к тому, чтобы именно после десяти лет развестись? А, уехали с ним в другой город, дети остались с отцом. Ну, опять же, непонятно, как у вас отношения с Женей складывались все это время. Не совсем понятно, почему у Жени не появилось в своей личной жизни и женщины за время, которое вы были не с ним. Вот, если вас это не настораживало, что вот на такое большое время, да, как бы, как, ну, десять лет, вот, такое большое количество времени, вот, человек, да, не нашёл себе партнёра для отношений, вот, то есть, как бы, вот, с чем это связано? Это, вот, мне кажется, тоже нужно выяснить обязательно, потому что слишком много здесь у вас вообще неопределённых, слишком много у вас здесь таких моментов. Вот, а, почему сразу уехали с Женей в другой город? Ну, надо было, помимо того, как у вас отношения с Женей складывались, нужно ещё и определить, как вы с ним взаимодействовали. Почему сразу в город другой? Может быть, имело смысл, там, и от детей резко себя не опрывать, да, и Жене какие-то условия поставить, чтобы поближе к детям. Вот, дети остались с отцом. Опять же, как это, с чем связано? Очень скучаю по ним, но, да, братцы, нам Женя не выйдет. Так, а вы не можете, вот, я справа их оставить у себя. То есть, тут, опять же, непонятная история. Женя не готов их забрать. Почему? А я тянусь, тянусь к детям. А когда вы собирались расстаться и уехать к Жене, вы к чему тянулись? К кому, точнее? Чего хотели? А когда вы к детям сейчас тянетесь, вы чего хотите? Я сомневаюсь, что вы хотите чего-то для детей. Я сомневаюсь, что вы хотите счастье Жене, Максиму или детям. Я сомневаюсь, я с себя думаю, что всё похоже на то, что вы хотите чего-то для себя. Вам что-то нужно для себя. Что я, ну, нужно выяснять. Ну, вы чего-то хотите для себя. То есть, всё это поведение, это поведение нацелено на себя. Вы как на поводу своих желаний начали идти, когда встретились с Максимом, если так, вы так не идёте сейчас. Опять же, ничего плохого нет в том, что вы идёте на поводу от своих желаний, но, но, нужно, чтобы эти желания удовлетворялись конструктивно, без вреда другим людям, а вред другим людям, как вы видите, есть. Вот и всё. Женя периодически выпивает, бывает, бьёт. Ну, и, соответственно, что мотивирует вас терпеть такое его отношение? Не считаете ли вы, случайно, что он справедливо вам относится, не считаете ли вы, случайно, что вас нужно наказать за то, что вы ушли от Максима и от детей, не считаете ли вы, что вас вообще нужно наказывать? Максим, естественно, в обиде. А почему естественно в обиде? То есть, от чего Максим даже балл? Он не знал о том, что у вас есть чувства, чувства к другому, поскольку между вами доверие было, откуда обиды за вас? Обиды – это завышенные ожидания. Почему Максим на себя перенёс ваш уход? Я не знаю, как быть мне, как быть, что вы, что, Валерия, чего хотите, не хочу ни в свадьбе Жени, ни его самого, а хотите чего? Вообще, у меня такое ощущение, что вы поспешились с отношениями, вот, у меня такое ощущение, что вы не можете быть ни с собой, вот, у меня такое ощущение, что вот сами себя вы не принимаете. Такое ощущение, что в отношениях вы ищете того, чего вам не достает, не достает, ну, вообще, вот, по жизни, вот, и именно поэтому у вас сейчас стоит такая дилемма. То есть, вот, как бы, тянусь к детям, не к Максиму, на месте даже, не к Максиму, к детям тянусь, вот. Женя чувствует, как 10 лет жило, а теперь он бьёт меня и выпивает. Такое ощущение, что вы систематически обесцениваете свои чувства, говорите себе, как бы, ах, то, что я чувствую, ах, неважно, ах, не имеет значения, ах, это всё сигнал. Вот и происходит такая история. Как часто вы не обращаете внимания на то, что чувствуете, как часто вы не обращаете внимания на то, что вы подозреваете. Как часто вы списываете это на то, что вам кажется, там, и так далее. Что именно вы списываете, что именно вы игнорируете из того, что подозреваете конкретно. конкретно. Валерия, то есть вот здесь вам нужно в первую очередь выявить для себя, что вы готовы сделать только лично для себя, не для других, не для детей, не для Максима, не для Жени, чисто для себя. Ну и жертвенная позиция ваша, которая характерна для человека, находящегося в треугольнике Гартмана, вот почитайте про треугольник Гартмана, я думаю, что вы получите общее представление, а после уже рекомендую вам индивидуальные консультации, Валерия, то есть как бы от позиции жертвы так просто не отказываются, к сожалению. То есть для вас эта позиция выгодно, чем-то она вас устраивает эту позицию и соответственно, соответственно, вы будете ее следовать, пока она вам дает то, что вы хотите, пока вы не отознаете, что вы получаете. Подтверждение чего вы получаете каждый раз, когда оказываетесь в несчастном таком состоянии, в состоянии тупика, вот. У вас был тупик первый раз, когда вы с Максимом поженились, вот, но любите, любите при этом Женю. Теперь у вас тупик, что вы Женен, он вас бьет, и вы не хотите ни свадьбы, ни его самого. Кстати, о какой свадьбе Жене нет речи, если вы непонятно развелись, не развелись Максимом. Вот. Вот и все. Себе надо разобраться, Валерия, сперва. Это последовательное, последовательное изучение вот того, что хотите вы. Изучение, структурирование того, что вы хотите. Своих чувств, мысли, эмоций и так далее. Желание, что важно. Так что обращайтесь. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку Будуратоночь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok